вполне твердых предметов. Подобным образом можно заставить левитировать слой вязкой жидкости над слоем воздуха. Если опора, на которой находится сосуд, быстро раскачивается, то появляющиеся вибрационные силы мешают формированию капель на нижней поверхности жидкости, и она перестает стекать вниз под действием гравитации. В сентябре 2020 года французские физики выяснили, что таким путем можно не просто заставить жидкость парить в воздухе, но и использовать ее нижнюю поверхность для плавания точно так же, как и верхнюю, и отправили в круиз по обратной стороне воды небольшие кораблики. Перевернутые суденышки зеркально повторяли поведение предметов, которые плыли привычным способом по верхней поверхности левитирующего водоема. Ну и в качестве последней иллюстрации, давайте посмотрим на вот такие кадры левитационной металлургии, которая была в одном из наших прошлых выпусков. Как видите, в современном мире левитация стала чуть ли не повседневностью. Она уже зарекомендовала